Глава Королёва Александр Ходорев, приведя с собой из Иреутова целую плеяду талантливых управленцев, фактически объявил войну жителям города. Прикрываясь красивыми речами о ремонте подъездов и замене труб, гордясь обновлённым за счёт областного бюджета парком, он, не стесняясь, нарушает права граждан и ухудшает их условия жизни. Рассказывая о разных программах, светлый город, чистый город, умный город, он почему-то скрывает про свою самую любимую – торговый центр в каждый двор. А программа «Ох, какая интересная» и самый яркий тому пример – улица Горького, дом 4. Вот здесь, в 25 метрах от подъезда, вместо привычной для людей дворовой территории, теперь будет расположен очередной ТЦ, и жители оказываются запертыми в каменном мешке, за что не перестают благодарить мудрого дядю Сашу. В конце концов, ну мозги есть? Вы немножко вспоминайте о том, что есть люди, есть дети, что им гулять надо. Вы даже не подумали о том, что это не рентабельно. Посмотрите, Сатурн – половина торговых точек пустые, невозможно арендовать. Юпитер – то же самое, звездный – то же самое, поднастроили весь космонавтов. Все половины пустые, только те крупные предприятия могут там открыть. А мелкие – они не могут аренду отбить. Нету такого товарооборота. И кто думал это делал, строил вот это все? И для кого вы делали? Я понимаю, если бы была новостройка, новые этажи, большие дома. Да, там, а может быть и нужно. Ну извините меня, восемь торговых точек. Ну это на сто квадратных метров. Ну извините меня, но это ненормально. Они и здесь не нужны. Вот здесь наши малыши передали для вас картинку, которую они нарисовали. И вот чтобы ваша душа болела еще больше. Спасибо. А еще очень вас прошу, умели очень убедительно снисить этот торговый точек. Я передам эту картинку тому, кто давал разрешение на строительство. А выдавал его Министерство строительного комплекса. Не надо. Каждый несет свой крест. Каждый несет свой крест. Если я не подписывал, если я его не видел, почему я должен за это отвечать? Другой разговор, что глава города... Подожди, не надо шуметь. Не надо шуметь. Я понимаю, что глава города отвечает за все на своей территории. Совершенно правильно. И то, что сейчас поднимается вопрос, он правомерен. Правомерен. И я говорил уже об этом, что да, просмотрели. Значит, будем пробовать исправлять. Ну, очень смешное заявление получилось у Александра Николаевича. Просмотрели. Что это значит? Какие-то злодеи задумали нехорошие и обманули вас, а вы этого и не заметили? Кто же эти злодеи, которые в 2015 году в паспорте дома сократили придомовую территорию больше, чем вдвое? Потом в 2016-м отрезали часть двора и поставили на кадастровый учет. Потом в 2017-м сдали его в аренду какому-то бессовестному человеку. Так это администрация городского округа Королев и ее руководитель Юрий Копцик. И, видимо, он это сделал в тайне от вас, Александр Николаевич. Вы это серьезно? И, кстати, как вы собираетесь исправлять этот недосмотр? Возвращать людям двор? Тут просто классика. Идите в суд. Так всегда говорят руководители, когда ничего не хотят делать. И вообще, программа «Торговый центр в каждый двор» остановку строительства не предусматривает. Вы сегодня задавали вопрос провокационный, и я поднял руку, потому что я хочу, чтобы вы ушли, потому что именно при вашем руководстве наших жителей обманули и придомовую территорию у нас забрали. Но я сейчас не говорю про Карла Маркса 12. Мы пришли сюда совсем другой целью. Только что люди с Горького 4 говорили, у них самая катастрофическая ситуация. У них реально отобрали придомовую территорию, и они будут выходить вместо того, чтобы выйти во двор, они будут выходить вот в этот торговый центр, который никому не нужен. Поэтому я сегодня прошу всех жителей Королева поддержать жителей Горького 4. Остановите стройку! Остановите стройку! Остановите стройку! Спасибо, надеюсь, наш голос услышан. Спасибо, спасибо. Спасибо. Вы знаете, насколько мне известно, насколько мне известно, вот люди, когда выполняют функцию, ну будем так говорить, толпы, и не думая, допустим, о чем-то, ни разу еще таким образом никто не добивался ни справедливости, ни правды. Ведь есть суд, Господи. Вот вы же, Роман, умный человек. Ведь вы же умный человек. Так и Горького 4 кричит. Ну, а что кричать? Сядьте, составьте исковое заявление. Сядьте, составьте исковое заявление. Придите к прокурору на прием. Я разговаривал с начальником управления внутренних дел, с Игорем Николаевичем Лущуком. Я говорю, Игорь Николаевич, есть проблемы. Он говорит, слушай, они ко мне пришли, покрутились, покрутились около двери и ушли. К начальнику вы, да, почему не идете? Почему не идете в прокуратуру? Почему не идете в следственный комитет? Те органы, которые, извините меня, вправе, вправе. Те органы, которые вправе. Что я могу? Я каким, каким рощерком пера я могу остановить стройку? Никаким. Если бы я выдавал разрешение, я бы его мог также отменить сам. Но, коли я его не подписывал и не выдавал, а выдает вышестоящий орган, я решение вышестоящего органа отменить не могу. Кто может принять решение? Суд. Так чего ж вы, так сказать, будоражите население и в неграмотность их толкаете? В правовой нигилизм их толкаете? Зачем? Ну, есть же правовая форма. Есть же, извините меня, есть же, извините меня, так сказать, есть же, не шумите, есть же, есть же кодекс, который регулирует эти правоотношения. Есть. Понимаете? И все, больше делать ничего не надо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok